Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала давайте с терминами определимся. Давайте. Вот то, чем вы, как говорится, по жизни занимаетесь, то есть выступление на эстраде, управление театром эстрады, это можно назвать шоу-бизнесом? Ну, теперь, наверное, все называется шоу-бизнесом. Вот, правильно. Все. Действительно. Я бы даже сказал, что и определенные сегменты политической жизни это тоже шоу-бизнес. У нас есть артисты. Да, да. Да и она не одна, у нас достаточное количество людей, очень одаренных, именно как шоу-бизнес. Не на своем месте, вы считаете? Именно как шоу-бизнесменов. Нет, просто если все рассматривать через схему купи-продай или продай-купи, так, наверное, тогда многое можно подвести под знаменатель, где будет написано шоу-бизнес. Но ведь на самом деле, там тот же Мартин Скортецов, он говорит, что он занимается шоу-бизнесом, вообще ведь тят, кино, некоторые виды спорта, это и есть шоу-бизнес. Почему вообще к этому термину такое в вашем цехе отношение как к чему-то вот, ну, почти что оскорбительному? Скажу. Часто бывает, мы не шоу-бизнес. Почему? Да, я скажу. Я скажу. Понимаете, то, что происходило в советские времена не называлось шоу-бизнесом. Потому что жизнь тех, кто был изобретателем или автором продукта, не зависела от количества купивших этот продукт. Ну, например, вот в театре, в государственном театре идёт спектакль, три сестры, в зале один зритель, дядя Ваня. Ни какого значения это не имеет. Этот театр не горит, потому что его кормит государство. Ему всё равно, сколько таких пожарных и их товарищей сидит в зале. Причём, может быть, даже пожарные самого театра. Такое тоже может быть. Это не называлось шоу-бизнесом. Потому что у нас вообще-то бизнеса не было в стране. У нас была торговля. Но вот так как-то было принято, что это никакого отношения к бизнесу, к шоу-бизнесу, тем более, не имеет. Потом, когда произошла смена общественно-политической строя, да, и появилась рыночная экономика, это сразу стали называть шоу-бизнесом. Зачастую, решая главную задачу, продать продукт любыми путями, минимизируя расходную часть и таким образом увеличивая доход, а минимизирует расход зачастую за счёт качества. Поэтому на вот этом определении шоу-бизнеса было повешено клеймо. Поэтому люди, не желая, чтобы их подписывали в это, что называется, сообщество, по-русски это вообще называлось слово халтура. Ага, да-да. Вот халтура. Халтурка, да. Я помню даже в одном городе, рецензия была в газете, называлась на какое-то эстрадное выступление. Не ваше? Нет, нет. Статья называлась «Халтура вместо пошлости». Вместо пошлости? Да, да. Вот мне кажется, так с шоу-бизнесом. Есть ещё один термин, который почему-то задевает людей вашего церка, это богема. Богема? Да, причём богема ведь называется творческие люди, которые не имеют постоянного заработка. Ну как, ну артист же он зависит. Ему пригласили, у него есть заработок. Он же в офис не ходит, зарплату не имеет, как правило. Да. Ну почему, если человек в театре работает, он же имеет зарплату? Ну всё равно, богема – это вот творческие люди. И почему это слово в нашем лексиконе, вот в среде богемы как раз воспринимается как нечто, что богема – это какая-то такая цыганщина, какой-то такой криминал. От чего вот здесь вы можете проанализировать? Не знаю, это всё вот, потому что это было когда-то кем-то названо со знаком минус. Ну это богема какая-то. Да. То есть в это вкладывали вот такой уничижительный смысл. Ну и потом, не, мы не богема. Да-да-да. Да, мы не богема. То есть нас не надо включать в эти списки таких вот легковесных, легкомысленных, я бы сказал, зачастую безответственных людей. Ну так, в общем, несерьёзных. Ну это же прекрасно, когда творческий человек, он ну вы руководящий, допустим, кадр. Кадр, да. Вы должны быть ответственны. Но творческий человек, он же должен быть совершенно безбашенным, мне кажется, нет? Ну может быть. Вы были безбашенным? Нет, безбашенным не был. Да, то есть всегда? Нет, в каких-то вещах был, конечно, безбашенный. Например? Понимаете, потому что если бы у меня была башня, я бы не довёл ситуацию, что мой вопрос рассматривали на политбюро нашей Коммунистической партии, в связи с тем, что я исполняю репертуар низкого художественного и идейного уровня. Потому что если бы у меня башня была, я бы дал себе отчёт, что не нужно этого делать. И всё. В этом смысле я был безбашенный. Вы же и 10 лет были невыездным, по-моему. Да, да, да. Какие-то пластинки передали кому-то, да? Ужасно. Это такая глупость была. Ну, я попал, что называется, под раздачу и всё. Пластинки, это еврейский фольклор, да? Это были пластинки с еврейскими песнями и бритвенный прибор, который я в Канаде в 1976 году получил от двоюродного брата моей жены, который он просил передать его отцу. Я приехал, вернулся в Москву и позвонил этому человеку, значит, которому это требовалось передать. Всё, я отправил, всё, всё, сделал всё, что нужно. И потом этот двоюродный брат, который в Канаде находился, он взял и по телефону автомата позвонил мне домой с вопросом, передал ли я его отцу то, что он мне дал. А вас слушали? Вы думаете, вас не слушали? Ну, всех же не могли слушать. Могли. Всех? Ну, как, ну, если народ должен был слушать. Зачем? Если это из-за рубежа звонки. А, то есть все звонки, которые... Ну, входили, да. Да, но я так думаю. Может, я тоже ошибаюсь? Ну, ну... А вот мы, поскольку еврейской тематики коснулись, я помню, вы как-то рассказывая про вашу соседку тётю Груня, да, была такая... Перц, да, фамилия, нет? Или что-то? Пец. Итальянская фамилия. Это польская фамилия. От слова Печка. Она замужем была за итальянцем. Какая-то сложная история. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Она была трижды замужем, второй брак у неё был с немцем. Так. Значит, которого в 41-м году депортировали как сотрудника посольства германского. А последним муж был человек, который носил фамилию Перц. Всё. Я вот просто помню, когда вы о ней рассказывали зарубежному моему коллеге одному, ну, я имею в виду Гордонову из Киева. Да. Интервью. Вы сказали, что вот вы столкнулись с антисемитизмом, который был вот на бытовом уровне и на генетическом уровне. Вот я хотел бы уточнить, это вот антисемитизм на генетическом уровне, он только у нас, или он ещё где-то встречается? Я вообще не склонен считать, что наша страна какой-то лидер в этом жанре. Так. Да. И несмотря на то, что... Ну, знаете, лучше, я... Антисемитам дали когда-то хорошее определение, кто такие антисемиты. Это те, которые не любят евреев больше, чем остальные. Вот, собственно, и всё. Я просто недавно беседовал со Швыдким. Да. Кстати, министром культуры, как вы помните, что в своё время... Да, да. Про культуру тоже говорим обязательно. Вот, и он сказал, что вот он вспоминает о своих еврейских корнях, только когда какая-то вот тема антисемитская где-то прокачивается. А так вот он, как все русскоговорящие, считает себя русским. Вы как? Вы иногда вот вам напоминают про еврейские корни? Или вы сами вспоминаете? Нет, бывает редко, но бывает. А может быть, и гораздо чаще это бывает. Просто до меня это не доходит. Ну, я уже с этим смирился. Ну, что делать, в конце концов? Ну, это уже поздно. Когда-то меня одна женщина успокоила фразой. Это было в Саратове 49 лет назад. Меня высылали, значит, за гастроли, за неблагонадёжный репертуар. Она работала администратором этой филармонии Саратовской. И она гладила меня своей рукой по щеке, вытирая слезу, которая катилась по моему лицу. И она сказала, мальчик, запомни на всю жизнь. Пока ты еврей, у тебя будут неприятности. И поскольку я понимал, что это навсегда, значит, она меня таким образом успокоила, обнадёжила. На всю оставшуюся. Да. Но справедливости ради, должен сказать, и это было бы несправедливо, раз об этом зашла речь. Я лично антисемитизма, ну, такого, я бы сказал, не кухонного, а какого-то там серьёзного и позиционного, я уже не говорю о государственном антисемитизме, я этого не чувствую. Не чувствую и должен сказать, что тут, конечно, надо очень поблагодарить главу государства российского, который, собственно, личным примером это гасит. не уверен, что абсолютно все с ним солидарны. И даже, я думаю, у него есть большое количество оппонентов, которым кажется, что он слишком милосерден и вообще толерантен, ущемляя, таким образом, права коренного населения. С коренным населением в России вообще очень сложно, конечно, говорить, учитывая, что у нас такие замесы. Ну, это да. Здесь вопрос непростой. И вот простой вопрос, мне кажется, это про неблагонадёжность репертуара, который вы упомянули, что у вас были неприятности 49 лет назад. Что, вы помните, какая это была миниатюра, из-за чего был сырбор? Или это были какие-то личные претензии? Никаких личных не было. То есть, это не было поводом, это действительно кому-то не понравилось? Конечно. А что имя? Вы можете вспомнить? Ну, я читал там один филетон, значит, где с точки зрения спецслужб, в данном случае саратовских, это выглядело издевательством над нашими славными бойцами невидимого фронта. Ага. И мне позвонил первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации, в тот момент это был Игорь Иванович Сечин, и он сказал, что меня приглашают 20 декабря на юбилей организации этой выступить. И, в общем, просят прочесть именно вот эту миниатюру, которая 24 года назад стала возмутительным спокойствием. Я сказал, может, давайте я что-нибудь другое сделаю, может быть, что-нибудь специальное из нового. Нет-нет, сказал Игорь Иванович, была конкретная просьба именно этой. Так что пути Господни неисповедимы. Это правда. И что произойдет через 24 года, вряд ли кто знает. Это да. Но вы-то как раз считаете, что есть люди, которые знают. Вы же верите в людей, которые могут и предсказать. Да, но я давно очень ни с кем не общался. Да и общаться как-то не с кем. Стало как-то исчезновение из моей жизни. Но вера осталась в способности? Нет, но в то, что кто-то наделен этими способностями, потому что среди них, конечно, есть много и шарлатанов, и прям, скажем, ну, в общем, бог им судья, да. Но все-таки есть люди, которые наделены этой способностью. Да, я просто помню, что вы как-то... Я читал, я читал довольно много разных прогнозов, но очень трудно для себя провести водораздел, селекцию, где эти предсказания являются чьим-то социальным заказом, под видом предсказаний. Это очень трудно сегодня определить. Какие бы они ни были, там, позитивные или негативные, с точки зрения, там, будущего России. Вот мы про культуру говорили. Ведь на самом деле в советское время, про которое мы говорим, под культурой, вот слово культура, что называется культурой? Субкультура творческой интеллигенции. Вот эти по телевизору все время концерты классической музыки. Вот эта вот планка была. Но на самом деле ведь потребитель, вот мы, простые люди, мы ведь хотим слушать что-то попроще. То есть не все же понимают... Конечно, ну да, так. И вот здесь вот очень часто люди вашего цеха говорят о том, что вот зомбоящик, ну мы, там, телевидение, навязываем дурной вкус, что очень низкая планка, вот нету качества, скажем. А вот в советское время 70 лет старались приучить народ к классической музыке. А все равно слушали кого? Понятно. Высоцкого, Пугачева. Понятно. Понятно. Но это же масс-культура. Да, вот именно. Ну и что, да. Вот это и есть культура, масс-культура есть культура. А у нас, по словам культура, почему-то понимает только вот высокое. Это вы правильно заметили, Женя. Потому что в конце 60-х годов я прочитал одну очень интересную работу. Я плохо помню ее саму, но на меня большое впечатление произвело название этой работы. Это называлось «Культура хамства». Так что и у хамства есть своя культура. Конечно. Поэтому согласен с вами. Ну просто как-то принято считать, что вот эта вот культура, что если человек не плюет на улице и, не знаю, не размахивает руками, сшибая шляпы прохожих, он культурный. Да-да. Да. Причем в послевоенное время это было почти ругательное слово. Ишь какой культурный. То есть культурный – это не такой, как мы. Это представитель меньшинства, совершенно чуждого нам, массовой аудитории. Вот для того, чтобы в первой части закончить разговор о культуру и перейти во второй части к, как я считаю, Тащу Хазану, ответьте вот в этой первой нашей части на такой вопрос финальный. То, что всю жизнь делали вы – это масс-культ или это культура? Ой. Конечно, хотелось бы себя обмануть. Но все-таки это масс-культура. Так это ведь замечательно. Я считаю, что это замечательно. И о замечательном человеке, который этим занимается, мы во второй части поговорим. Хорошо. У одного эстрадного артиста родился сын. Его звали Антон. Его звали Антон. И у него была няня. У этого Антона. Так. И она его кормила и говорила, Антоша, запихивай моему ложку, кашу с рота проглачивай. Это вопрос о культуре, о которой мы в первой части говорили. Кстати, вот про имена. Всегда спрашиваю решение назвать так или иначе. Человек, вот откуда имя Алиса возникло? Алиса. Почему Алиса? Это жена так захотела, она сказала... То есть, что дочь будет Алисой? То есть, это было решение жены? Я рожаю, я и называю. Нет, нет, нет. Вообще думали, что так даже не было никаких возможностей предугадывать пол. А, то есть, не знали, кто мальчик или девочка будет? Нет, нет. Думали, мальчик будет. Родилась девочка. Нет, это... Я помню даже, как жена сказала, что-то есть шоколадное, шоколадный привкус такой в имени Алиса. Почему-то, ну, так вот я запомнил. А вас в честь кого назвали? Почему бы такой был выбор? Я скажу, я скажу. Меня назвали в честь человека, который жил когда-то в этом доме. В котором вы родились? Или в этом доме? В этом доме? Где мы с вами беседуем. Так, интересно. Это знаменитый дом на набережной. И здесь жил, ну, здесь жили избранные. Да, Элита. Да. Он был то ли заместителем председателя комитета по науке и технике, то Геннадий Олексенко, Геннадий Васильевич. Мама была с ним знакома еще по заводу, где они работали вместе. Она была молодой женщиной, и вот там они, что называется, познакомились и подружились. Так. И она ездила часто в этот дом, в гости к ним. И поэтому, вот она выбрала имя, и она мне говорила, что это произошло в честь этого Геннадия Васильевича Олексенко. А вы его видели когда? Никогда. Даже вот маленьким ребенком? Ну, может быть, но я не помню. Вы знаете, что вот меня всегда вас поражало, ну, кроме очевидного таланта и уникального совершенно, потому что вы умеете делать такие вещи, которые, ну, друг другу, друге, у других не получается. Да, и правильно делают, что не делают. Меньше уникальности, больше нормальности. Вы знаете, вы, может быть, единственный или один из очень немногих людей в цехе, которые очень свободно и легко позволяют себе говорить о коллегах, ну, скажем так, правду. Ну, то есть, вот, без какой-либо недоброжелательности, ну, вы совершенно спокойно там на вопрос, я помню, про Якубовича, ну, говорите, ну, я не понимаю, вот, а почему я должен, чем я должен там восхищаться, допустим. При том, что вы явно, ну, в хороших взаимоотношениях, то есть, вы не являетесь, там, какими-то оппонентами. Как мы не просто не являемся оппонентами. Мы с Леней дружим, чтобы не соврать, с 1965 года. Вот я к этому говорю. Понимаете, поэтому... Откуда такая вот эта свобода и независимость? Почему вы не боитесь? То есть, эти вещи легко озвучиваются в застоле, но вы не боитесь это сказать, ну, условно говоря, с кран-телевизора, беседы дежуртали. Вы знаете, может быть, этого не стоит делать. Может быть. Нет, ну, вы это делаете. Так как-то я как-то не сдерживаюсь. Вот именно, вот вы себе позволяете не сдерживаюсь. Это что? Это какая-то ваше... Плохое воспитание. Только лишь. Ну, а что? Ну, я не знаю, какая-то. Ну, значит, нет. Или такая вот особенность. Я же стрелец. Эти стрельцы, они же... Ой, вы едете в это, да. У них что, да, что на уме, то на языке. И поэтому... Вот вы списали все на знаки зазодиака. Ну, а что делать? Ну, как? Ну, понимаете, я действительно... Я, что называется, я понимаю, что писатель Жванецкий талантливый человек. Понимаю. Ну, он не герой моего романа. Понимаете? Ну, что это, ну, что в конце концов? Ну, что тут делать? Можно, конечно, это не декларировать было вслух. Но как-то так получилось, что в силу определенных обстоятельств где-то я это сказал. Видимо, не просто так. Я же не побежал на Красную площадь, на лобное место и стал кричать. Вот, Жванецкий не герой моего романа. Ну, они... Вас спросили, вы ответили. А главное, да, а главное, что это моя проблема, а не проблема Жванецкого. Вы вот сказали, что Стрелец. Я помню, вы про Райкина, когда что-то... Ну, он же, там, Скорпион. Да, Скорпион. Вы очень в это верите. Я считаю, что зодиаки, зодиакальные знаки зачастую очень точные. Когда нанимаете людей на работу, вот смотрите, кто он по знаку? Или для вас какие-то другие параметры существенные? Нет, ну, все-таки... Нет, не смотрю. Ха, зря. Надо бы, да? Ну, хорошо, а потом, когда с человеком, с каким-нибудь общаетесь и что-то для себя узнали или увидели, вы потом... Ну, да, но какие-то объяснения для меня бывают, что... А он же, там, Скорпион, что с ним? Ну, да, ну, да, вот, да, совершенно верно, скорее вот так. Вот это ваша открытость, откровенность, независимость, когда вы, там, про Петросяна можете сказать, ну, что это же не Фаберже, он же галушки изготавливает. И с пониманием того, что есть спрос. Конечно. Да, на галушки. Вам когда-нибудь потом, знаете, как есть такой термин, ответка прилетает, вы потом встречаетесь с кем-нибудь, и вам говорят, ну, Ген, ну, нафига вот ты взял и как-то так вот... Я думаю, что если я впрямую с этим ответками не сталкиваюсь, то они, конечно, все равно существуют. И еще раз говорю, может быть, это вот, в этом смысле неумение смолчать, зачем об этом говорить вслух, даже не понимаю. Наверное, наверное, вот такой характер. Ну, это завидное качество, я, знаете, я вот... Нет, ну, если это я так действительно считаю, ну, а меня спрашивают, вы так считаете? Я говорю, да, я считаю так. Ну, почему я должен говорить то, что хотят услышать, скажем, те, с кем я не согласен? Ну, почему я должен... Ну, говорят, что о коллегах не надо говорить, это не скромно, это нехорошо. Ну, наверное, правда, не стоит. Но я буду. Вам завидуют? Я не знаю. Наверное. Кто-то завидует. Чему, если завидуют? Ну, я не знаю, кажется, как-то, что моя жизнь очень такая праздничная, без... Ничего себе. Небудничная. Ну, так мне кажется. Ну, черт его знает. Наверное, наверное, все-таки я же вытащил, конечно, редкую карту из колоды, которая называется «Жизнь». «Колода жизни». Вот и карту, которая мне досталась, она, конечно, может быть, кого-то наводит на мысль, что почему это ему досталось, почему не мне. Наверное. Вы говорите об успехе. И при том, что вы несколько лет назад заявили, что вы уже не раб успеха, что вы как-то вот с этим... Да. ...прощаетесь. То есть вы уже не раб успеха, а люди все равно успеху завидуют? Ну, конечно. Ну, конечно, потому что это очень понятно. Люди хотят быть успешными, и их ругать за это нельзя. Но когда приходит ощущение, что зачастую такие внешние показатели успеха не дают возможности человеку увидеть пустоту, стоящую за этим успехом... Ну, это, наверное, счастливые люди, которые не видят, что там ничего нет за этим... Содержание, да? Нет. ...контент. Да. А вы кому-нибудь завидовали? Завидуете? Завидовали я кому-нибудь? Ну, может, не сейчас, может, раньше завидовали. Я думаю, наверное, кому-то завидовал. Ну, как-то вот так нужно... Ну, не то, что завидовал. Нет, мне хотелось... Нет, меня скорее это мобилизовывало на что-то такое, на деятельность какую-то. Нет. Ну, так вот сказать, чтобы зависть была. Хотя, может, я пытаюсь прикинуться хорошим. Вы хороший. Нет. А здесь ведь я даже не про конкретных говорю персонажей, а допустим, что вот... Может быть, вы думали, вот почему я не умею не летать, а там, допустим, и играть в бейсбол. Нет, это я... Где же это природа одинаково, в смысле? Ну, вы знаете, что... Ну, вы знаете, что много... Тут много чего, но это не зависть к тем, кто это умеет, а просто презрение к себе, как к неумеющему это делать. Это довольно часто у меня бывает. Не хотелось бы на этом так задерживать внимание. Не будем. Потому что, знаете, уже так эксгибиционировать душой. Ну, это же профессия, это вставная профессия человека, который выходит на сцену. Я понимаю. Ну, да, но поэтому все-таки желательно это делать через художественное произведение. Это правда. Но всегда ведь проглядывается суть. Обязательно, но, тем не менее, призраться нельзя. Какие недостатки вы свои могли бы озвучить для себя? Вы считаете, что у вас есть недостатки? И потом мы перейдем к достоинствам. Ой, много недостатков очень. Вот какой ни назовете, все... Вы вспыльчивый? Все, вспыльчивый. Обидчивый? То есть вы вот человек, который может обидеться и затаить обиду? Ну, раньше, раньше, раньше было более, я бы сказал, обидчивый. Мстительный? Нет, не мстительный. То есть отходчивый. Вы обидели мстительный? Ну, не мстительный. Просто я стал старше. Мудрее? Старее и мудрее. Вот и все. Вы же прекрасно знаете, вы, по-моему, цитировали, я скажу, что с возрастом приходит мудрость, но иногда... Возраст приходит один. Да, да. Нет, у меня иногда возраст кого-то с собой прихватывает. А вот помимо этого достоинства, что вот вы еще можете о себе сказать хорошего? Вот когда вы наедине с собой думаете, все-таки я хороший, потому что я... Что? Какие качества вы считаете? Нет, ну я... Без ложной скромности. Да, без ложной скромности. Я очень честно всю жизнь относился к профессии. И для меня процесс никогда не уходил на второй план и никогда не пропускал вперед результат. Мне было очень интересно, что называется, почувствовать, прожить появление того, что потом может вызывать чувство самодовлетворения, гордости, радости. Понимаете, я столько раз за прожитую жизнь видел успешных людей. Которым это очень, видно, помогало жить. И с такой скоростью их забывало человечество. Это правда. А поскольку я это наблюдаю, я говорю себе, так что ты себя особенно там не тешь всякими грезами. Это все эфемерное. Понимаете, ну еще писатель, еще художник, композитор, он оставляет после себя что-то сделанное. Иногда на века. Да. Артист – это судьба человека, зависящего от видевших это зрителей. Все. Как бабочки. Одни сутки. Бабочки такую радость могут доставить. Конечно. Одной минутой. И это я понимаю, да. И можно даже потом когда-нибудь попасть в коллекцию Набокова, понимаете, будучи бабочкой. Но это уже, кстати, совсем другая история, скажем так. Из того, что вы рассказывали про свою непростую семейную историю, я делаю, я для себя делаю, что вы очень требовательный человек в жизни. То есть у вас высокие требования. А как начальник вы требовательный? То есть вы вот жесткий, суровый руководитель? Нет? Нет. А то есть у вас это разделяется? Нет. То есть на работе вы мягкие, а… Нет, он не то, что мягкий. Ну… Знаете, я вам скажу, сегодня руководителю очень непросто, потому что, скажем, я бесконечно благодарен за те решения, которые можно прямо назвать помощью в жизни театра эстрады. Это первые лица государства. Но в то же время вдруг то, что сейчас происходит со всякого рода нарушениями финансовых деятельностей и так далее, так далее. Немножко такое вдруг ощущение, ой, там вот на ремонт выделили деньги, потом, не дай бог, что-то даже, помимо твоего желания, что-то там будет неправильно сделано и что-то, а тебе надо за это отвечать. Это, надо сказать, дискомфортное состояние. Я понимаю. Да, да, да. Вот. Но… Но все равно, я бы сказал так, конечно, прежде всего надо быть требовательным к самому себе. Вот это непреложное правило, а потом уже требовать чего-то… Вы, не называя Путина, Владимира Владимировича, как бы несколько раз его обозначили в нашей беседе, и я не так давно в рамках этого же проекта «Важная персона» беседовал с биографом Путина, и он мне сказал, что люди не меняются. Ну, такая точка зрения биографа. Вы как считаете, люди меняются, и если да, изменились ли вы? Вы знаете что? Что значит люди не меняются? Вот я такой же вопрос задавал. Нет. Если человек живой, если процессы, в которых он участвует, каким-то образом доходят до его сердца, до его сознания, ну как это? Ну как это не меняется? Конечно, основа человека, я понимаю, что, скажем, какие-то качества даются, ну, как константа. Нет. Я думаю, что все-таки человек за жизнь меняется. Он, с моей точки зрения, обязан что-то переоценивать в жизни. Что-то кажется важным по молодости, потому что он уходит на второй план. Нет. Не могу согласиться, что человек проживает свою жизнь, не меняясь. Вы как изменились? Пока. То есть понятно, что это процесс нон-стоп, вы продолжаете меняться, но пока. Мне кажется, что я стал, как бы сказать, менее, то есть я стал более толерантен. Я стал менее агрессивным, стал менее категоричным. Просто жизнь сложнее. Нельзя выдавать желаемое за действительное. Мне так приятно, когда я по своим ощущениям и по своим мыслям совпадаю со своими собеседниками. Сегодня именно тот случай. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо.